Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас всех приветствую, всех, кто будет с нами, всех, кто будет смотреть записи. Приветствую, Ирина. Ирина, добрый вечер! Добрый вечер! Приветствую, дорогая Елена! Здравствуйте, дорогие, милые друзья! Очень рада! Здравствуйте! Ну что, у нас сегодня очень интересная тема – любовь к себе и, самое главное, с чего начать. Сейчас я… У меня сразу к тебе такой вопрос. Вот каким образом, на твой взгляд… Елена, каким образом, на мой взгляд, и, к сожалению, я… Ну, как бы… Не любовь к себе. Вот… Прости, пожалуйста. Повтори, пожалуйста. Ты немножко зависла. Каким образом, на мой взгляд, что? Да. Ну, проявлять к себе любовь и откуда берётся нелюбовь к себе. Угу. Угу. Откуда берётся и как проявлять? Ну, смотрите. Всем родом, как говорят… Да, что это твой взгляд? Я вот… Один момент. Мне взять наушники или меня хорошо слышно? Хорошо слышно. Хорошо. Всё. А тогда поехали. Ну, смотрите. Все знают, понимают, что всем родом из детства. И хотим мы или не хотим, то, как нас воспитывали родители, то, как мы росли, в какой атмосфере мы росли, как мы вообще воспринимали себя и начинали изначально проявлять себя в жизни. Это всё закладывало именно вот эту, как мы говорим, любовь, да? Вот это отношение к себе. Ну, тут, конечно, много можно говорить, дорогие, но у некоторых это процесс вот этот истинной любви к себе, можно сказать, даже в целую жизнь. У некоторых это может быть даже несколько жизней. Тогда уже включаются всякие кармические моменты, да, уроки, которые мы должны пройти в этой жизни, чтобы осознать и прийти к любви к себе. У некоторых это может быть пол жизни, а у некоторых может быть просто вот, как говорят вот эти трансформационные моменты, энергии, и просто в один миг человек осознаёт, понимает и вот действительно открывает вот это благостное, истинное, божественное благоговение себя и принятие себя. Вот. Поэтому это, конечно, всё индивидуально. Но вот как я говорила из детства, вот очень важен такой момент, например, как девочка или мальчик вот росли. Это были моменты эмоций, переживания, состояния, или же это победителя, когда всё ребёнку, я люблю тебя, когда ребёнок как-то вот между своими соверстниками, ну, в общем, с друзьями, да, с кем он жил, развивался, как его принимали, как он вообще шёл и развивался по жизни. Или же ребёнок как-то вот каким-то образом принимает такую позицию жертвы, да, что, ну, вот кому-то больше, кому-то лучшая кукла, красивый, быстрее велосипед и так дальше. То есть это всё, я считаю, у нас закладалось и формировалось с детства. И потом, к сожалению, вот уже взрослея, уже когда мы всё больше и больше и больше входим в нашу взрослую осознанную жизнь и начинаем взаимодействовать, проявляться, строить свои семьи, конечно же, это всё проявляется. И, к сожалению, порой мы даже сами этого не осознаём, каким образом мы уже на автомате, да, проявляемся в каких-либо ситуациях, как мы себя ведём, какая у нас реакция. И, в принципе, это уже даже вот идёт на уровне таких, знаете, инстинктов, как или же вот этого тоже паттернного поведения, или же вот просто привычки осознания себя вот опять-таки. Это или жертвенность, или победитель. Ну, я, конечно, такие крайности немножко дуальные как бы описываю, да, но как бы вы понимаете, что где-то как-то каждый вот найдёт себя в этих моментах. Поэтому, ну, любовь к себе — это тот момент, который всегда надо, на который всегда надо обращать внимание, лелеять, развивать и, в принципе, идти к тому, чтобы вот эта любовь, она проявлялась, чтобы она искрилась, дорогие. Елена? Может быть, мы что-то у карт спросим, чтобы у нас был немножечко такой интересный с тобой диалог, да? Ты слышишь меня хорошо? Так, я думаю, это просто опоздание идёт на несколько минут. Зелена, если ты меня хорошо слышишь, давай мы спросим у карт. А вот когда мы действительно проявляем... Сейчас, да, но ты у меня немножко подвисала, я думаю, что у меня что-то ты хотела спросить. Давай, как говорила, чтобы было немножечко интересно, да, разбавим. А давай мы спросим у карт. Меня не слышно, не видно? Это не проявляет. Да, я тебя слышу, вижу, всё хорошо. Вот это не любовь к себе. В каких сферах жизни она проявляется наибольше всего у людей? В каких сферах жизни, да? В партнёрских отношениях. Это первое. Потрясающе. В первую очередь, конечно, партнёрские отношения, потому что для торологов, да, у меня сразу выпала эта карта. То есть партнёрские отношения у нас же бывают же разные. Это с нашими родителями, коллегами по работе, спутниками жизни, да. Но то есть вот этот первый момент, где оно проявляется. И что интересно, что ещё, ну, проявление бывает ещё, вот когда мы не можем выбрать правильный... Ирина, ты задерживайся. Ирина, я зависаю, да? Да, да. Когда мы не можем правильно выбрать что? Зависаю, да. Давай сделаем так. Когда мы находимся на каком-то распутии, да? Когда мы не знаем, куда нам пойти, что нам сделать. Да, вот именно выбор. Когда мы стоим перед каким-то выбором, нам вот эта нелюбовь к себе всё-таки мешает. Вот. И ты знаешь, и даже есть ещё такой момент, когда мы себя в чём-то ограничиваем, да? Когда нам нужно действительно выяснить, ну, проявить ясность, да, в чём наши ограничения. Это тоже показывают карты. И, конечно же, нелюбовь к себе также в том, что когда, ну, всё не в радость, знаешь? Когда нерадостно, нет вот такого момента, всё хорошо, прекрасно, тепло, супер, да? То есть как бы вот это нет. Я ответила на твой вопрос, было нормально? Да, очень-очень-очень интересно, благодарю тебя. У нас сегодня чат я пока что не смотрела. Если у нас... Настолько пока все поприветствовали. Да, хорошо. Если у кого-то есть какие-то вопросы, да, тоже задавайте, пожалуйста. А знаешь, что мне бы ещё было интересно, если я у тебя спрошу? Вот именно из твоей практики, да, вот из твоего опыта, ну, вот с клиентами, да, вот что, вот какие ты видела последствия, да, у людей, когда у них была нелюбовь к себе, да? То есть как бы это что же проявляется, это что же видно? У тебя были такие вот именно на твоём опыте, на твоей практике с людьми, с клиентами? Ну, последствия нелюбви к себе, ну, понимаете, это так, как сказать, если тут очень сильно копать вот эту тему, то, в принципе, это любовь к себе, это одно из самых основополагающих таких моментов, состояний, из которых формируется всё. Поэтому, когда человек обращается уже с какой-то проблемой, и если мы начинаем вот это разбирать, или же в чистке, или же с каким-то таким немножечко с работой с эмоциям, так или иначе, оно всё идёт оттуда, эти вот корни, да, оно всё идёт оттуда, поэтому, ну, примеров на самом деле очень много. Если вот буквально недавно я работала с одной очень такой удивительной и продвинутой девушкой, женщиной, и мы с ней работали именно вот немножечко с эмоциональностью, да, и когда она убирала всякие негативные, такие низковибрационные эмоции у себя, в том числе и страхи. Вы понимаете, мы даже дошли до этого, до такого момента, когда показали, и, как это правильно, я пытаюсь как бы в слова это передать, да, вот эти всё состояния и осознания, что не только нелюбовь к себе, а даже есть такое понятие, как абортированные, такая тема, как абортированные дети. Понимаете, когда, во-первых, они могут зависать и проявляться как-то вот такие подключки, вот много, да, может быть, слышали такое слово, или такие каналы деструктивные, которые как бы подсаживаются к этим детям, которые уже существуют у родителей, то есть к живым, понимаете. И вот когда мы с этой девушкой работали, казалось бы, она уже довольно успешная и, в принципе, тоже уже много работает над собой и такая осознанная женщина, понимаете. Но мы дошли до того, что ей показали действительно, что у её мамы было три аборта, ну, ладно, не будем без подробностей, но были у её матери аборты, и вот это у неё проявилось как, я уже не помню, но там было точно, ненависть, злоба и какая-то непринятие, я уже не помню третьего, да, то есть это как вот такими подключками, такими деструктивными моментами, они как будто вот проросли вот в оболочку, да, в тонкие тела, вообще в сознании, в её сознании. И это, понимаете, и даже вот такие моменты, они фамилии в определённые моменты жизни, хотя человек как бы на вид был уже целостный, сформированный, осознанный и так дальше. Поэтому тут, конечно, очень тонкие моменты, очень тонкие грани, и вот даже такие могут быть, я не знаю, как это назвать даже, да, что вот касается именно вот этого ребёнка, детей, деторождения, как ребёнок растёт, и вот вообще всё, что с этим связано. У нас тут есть комментарий от Анастасии, может, ты что-то хочешь добавить? Жертвы не могут радоваться, у них нет на это времени, они упиваются своей жертвенностью. Да, Анастасия, благодарю тебя за такой комментарий. Да, однозначно, потому что, понимаете, как я говорила, или же ребёнок растёт, и у него формируется стержень вот этого победителя, да, когда я всё могу, я принимаю из себя этот мир, и человек просто идёт в этот мир и как-то реализуется и проявляется в нём. Или же в большинстве люди впадают в вот это состояние жертвы, и там уже, конечно, там нету, в принципе, времени уже чего-то там достигать, какие цели ставить, или развиваться духовно, потому что человек просто борется на уровне выживания, но сам того не понимая, что проблема-то не в том, что, например, там чего-то не хватает в финансовом плане, да, или там не хватает какого-то партнёра, хорошего или, ну, мужчины или женщины в соответствии по жизни, а суть кроется именно дальше намного глубже, именно на этом действительном принятии себя, которое ведёт к любви себе, и которое ведёт вот к истинному такому душевному осознанию вообще, кто я, зачем я пришёл, и вот как правильно взаимодействовать с миром, с позицией, где я есть, и я могу всё достичь в этом мире, понимаете? Там очень такие моменты, которые, ну, к сожалению, не все осознают, как мне кажется, в настоящее время, и в большинстве людей привыкли там жаловаться или ещё как-то доказывать, рассказывать причины, почему у них какая-то нереализация, неудовлетворение или ещё какие-то, ну, неприятные обстоятельства в жизни, а на самом деле, как бы причина-то не вне, да, а причина именно глубоко внутри, внутри этого внутреннего ребёнка, которого когда-либо там недолюбили, не определили особого внимания и так дальше. Благодарю, Анастасия, за такой очередной хороший комментарий. Елена, а вот меня действительно очень вот заинтересовал этот момент, когда я говорила про абортированных детей. А скажи, пожалуйста, а действительно ли это так? Действительно ли вот эти абортированные дети влияют негативно и насколько негативно вот влияют они на, как бы, ну, своих, как сказать, братьев, сверстёр, вот на этих детах, которые живут в этих, ну, в родителях, да, в родителей. Лена, я надеюсь, ты с нами, и ты нас слышишь? Или просто сейчас подсоединиться? Очень бы мне хотелось, конечно, узнать, вот что нам стихии скажут по этому поводу, потому что, дорогие, это действительно очень важно, и, к сожалению, ну, к сожалению, те люди, которые, в принципе, развиваются, осознают что-то, где-то ищут, да, ну, вы понимаете, что что-то в этом есть, и куда надо копать, но, к сожалению, в большинстве, действительно, у людей нет времени, может быть, даже этим заниматься, или же настолько, Елена, или же настолько душа где-то там уже загнана, да, в каких-то уголках, в каких-то таких тяжёлых обстоятельствах, что они прям даже не осознают, и просто не понимают, с чего начать. Елена, ты слышала мой вопрос? Нет, повтори, пожалуйста, потому что я вышла, и за что ещё? Да, 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 Елена, а посмотри, пожалуйста, что нам подскажут вот стихии, действительно ли вот абортированные дети, они, как они вообще влияют на судьбу и на вот этих детей, которые у родителей есть, ну, как бы на своих сестёр, братьев. Спросим, влияют ли абортированные дети на детей уже рождённых? Да, 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 да. Да, ты знаешь, влияют. Вот они из прошлого, да, возможно, дети, которые были до тех, кто родился, вот эти очень мешают, да, ну как мешают, внедряются. То есть не после того, как ребёнок родился и случился, возможно, аборт, а именно когда до, вот случился аборт или что-либо там не случилось, да, и потом рождается ребёнок, и вот именно вот эти с прошлого дети влияют. Да. Меня слышно? Да, 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 благодарю тебя. Да, да, да. Да, 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 да. Так ли? Зависла. Да, Элина, благодарю тебя, это, ну, на мой взгляд, это очень интересно, потому что, согласитесь, это очень интересно вот копаться в этих всех энергиях, вообще вот этой системе, да, как оно устроено. Потому что, смотрите, вот приходит душа, да, душа уже зародилась в утробе матери, уже ей сформировался плод, да, эта же душа, она как-то вот пришла, она уже изначально как бы договорилась, составила договора с другими душами, у неё уже есть определённые планы, миссия на это воплощение, то есть там уже своя карма, которую ей надо отрабатывать, свои какие-то уроки, жизненные задачи, которые надо пройти, осознать и всё остальное. И когда вот происходит, к сожалению, вот такой момент, да, как бы когда родители неосознанно или осознанно это делают, и куда вот, вот это очень интересные моменты, вот куда это всё девается, да, вот это всё, что я проговорила. Поэтому вот таким образом, во-первых, возникают вот эти влияния, во-первых, а что касается родовой системы, там просто, как говорится, родовые дыры, чёрные дыры, вот это такое, когда нецелостность, понимаете, нецелостность родовой системы, и оно фонит, дорогие, оно фонит, к сожалению, и это как воронка, куда уходит, к сожалению, вот эта благостная энергия, которая, в принципе, идёт по роду, должна бы идти по роду всем членам рода, опять-таки, на реализацию, на процветание, на расширение родовой структуры. Поэтому, благодарю Елена, поэтому, на мой взгляд, это очень серьёзно, и, конечно же, с этим надо работать. Если у пары были выкатыши, и затем рождён ребёнок, говорят, что это одна и та же душа приходила, или разные души, все эти выкатыши. Ну, а давайте спросим это у карт, благодарю, Анастасия, очень-очень интересно. Вот что нам подскажут стихии, да? Ты видишь? Так, я почему-то себя слышу, Елена. Так, я почему-то себя слышу, Елена. Плохая связь, да? Я возьму наушники, может, так будет лучше. Я возьму наушники, может, так будет лучше. Просто я себя слышу у тебя. Просто я себя слышу у тебя. Вопрос из Анастасии, да, если у пары были выкидыши, и затем рождён ребёнок, говорят, что это одна и та же душа приходила? Или разные? Меня слышно сейчас? Да-да-да-да, мы ждём на ответ. Мы ждём на ответ, Елена, всё слышно. Не видно, но слышно. Всё хорошо. Продолжаем. Да, Елена? Меня так слышно? Да. Дорогие, напишите. Я тогда вылезу. Хорошо, тогда будем таким образом. Хорошо. 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 Алло, теперь слышно меня? Да, очень хорошо. Дорогие, напишите просто в чате, чтобы мы все были спокойно, уверены, что нас слышно. Да, Елена, мы ждём ответ на очень интересный вопрос. Не могу, к сожалению, не ответить, Анастасия, на этот вопрос, потому что у меня выпала верховная жрица, да? Она выпадает очень редко, но, видишь, это, возможно, такой вопрос, что сейчас нам карты об этом не расскажут. А если я спрошу? Нет, давай уж не будем трогать. Она просто так не выпадает. Не будем играться. Хорошо. 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 Ну, я просто тут размышляю, очень, конечно, интересно, но я думаю, что тут могут быть разные варианты, но это, опять-таки, это мои, как бы, мой взгляд, дорогие. Я думаю, что тут могут быть разные варианты, могут быть разные души. Не обязательно, чтобы, ну, хотя, ну, спросим, это, как бы, может, на следующий раз, да, поставим себе на заметку. Так, давайте тогда еще какие-то вопросы. Сейчас я посмотрю. Елена, я знаю, что у тебя есть очень интересная новинка. Да, вот по этому поводу я хотела, конечно, к сожалению, сейчас не могу показывать, да? У меня, мне попались где-то, ну, наверное, уже месяцев, наверное, 7 назад такие интересные карты, ну, это больше как метафорические карты, да? Да, и они, в принципе, да, вот именно, ну, как бы, сделаны, как бы, для детей, да? Вот, то есть дети между 9 и 12 лет, да, они там расспрашивались, и, как бы, на ихний запрос были сделаны карты. Вот, и, ты знаешь, они у меня долго лежали, я, в принципе, их купила, как бы, ну, для внука, вот. Ну, он там приходит, там, знаешь, раскроет, посмотрит картинки, почитает, ну, и оставит, да? Ну, как бы, очень много он с ними не взаимодействовал. Но так как у нас всё-таки нелюбовь к себе, где-то начинается с детства, да, с какими-то, как ты уже сказала, с неприятиями, или это также, знаешь, от родителей, смотри, как родители к детям, да? То есть много нюансов, у каждого они свои, да? Поэтому я не хочу здесь углубляться, каждый, как бы, знает своё детство, каждый знает, как он рос и как воспитывался, да? Вот, так что, естественно, что многие моменты у нас однозначно идут с детства, вот. И что очень интересно, что это такие карты, которые можно, как бы, и взрослому, и ребёнку, да? И вот у меня, допустим, вот это из первых карт, да, то есть, самую, если первую я вот достала, вот, она, как бы, говорит, что мы должны, как бы, своим чувствам доверять, да? То, что мы чувствуем, это, ну, так и должно быть, это правда, да? Есть же у нас какое-то недоверие к себе, да, недоверие к своим чувствам, к своей интуиции, вот. Мы уже в каком-то таком осознанном возрасте, возможно, понимаем, что да, мы что-то чувствуем, мы что-то понимаем, но как-то где-то недоверие, да, проявляется. Вот, и оказывается, это однозначно всё у нас с детства, да, какие-то комплексы развиваются оттуда. Вот, поэтому я хотела, конечно, предложить, вот, и хотела бы, конечно, спросить, как ты считаешь, вот, именно если... Ты меня слышишь, да? Да-да-да, Элен, да. Да-да, а то ты молчишь, я много разговариваю, вот, не вижу уже себя, поэтому. Вот, поэтому хотела бы тебя спросить, вот из этих карт я просто думала, вот, ну, помочь именно кому это будет интересно, да, вот у нас же есть группа «Любовь и финансы», вылаживать каждый день эту карту, и вот именно к этой карте аформацию, да, вот как ты считаешь, это хороший инструмент для начала, вот, именно работы со своим внутренним ребёнком, вот, с целью проявления, возможно, любви или заботы о себе, вот, как ты считаешь? Потому что они, вроде бы, очень красивые картинки, я, видишь, покажу их обязательно в группе, возможно, мы и в следующий раз сможем поговорить пару слов, вот, но, вот, твоё мнение, можно вот, вот, вот это такое начало, вот, как бы, знаешь, как бы инструмент, вот, именно для начала работы со своим внутренним ребёнком? Да, Елена, ну, смотри, что касается моего мнения, однозначно, однозначно начинать всегда надо, и начинать с чего-то надо, это обязательно, и вот именно такое благостное, лёгкое, позитивное, да, подход, и вот эти все состояния, которые, я уверена, будут нести, да, конечно же, это, это прекрасно, ну, я думаю, что это очень хороший старт, но просто единственное, что я бы хотела, как бы, на что хотела обратить внимание, уточнить, что, понимаете, дорогие, что, вот, что такое вообще любовь к себе, и как вот мы говорили, тема нашей передачи, с чего начать, да, понимаете, когда мы рассматриваем, как целостная система человека, чакральная, и вот это вообще всего, всё, с чего мы формируемся. Если говорить так на чистоту и вот по опыту, да, по опыту работы с людьми, по, на основе своего личного опыта, могу сказать вот следующее, если у человека вот эти все деструктивные, негативные состояния, чувства, вот эти страхи, переживания, и вот весь этот груз, то есть, грубо говоря, вот эти, чакральная система, первая, вторая, третья, когда там всё забито, когда там тяжести такие, подключки, сущности разные, без этого, ну, это реально, мы уже много говорили, да, это реальна и наша жизнь, к сожалению. И если говорить про любовь к себе, которая, в принципе, начинается вот где-то уже на уровне сердечного сплетения и выше, да, вы же понимаете, когда там вот все, всё заблокировано, и вот этими всякими такими моментами, какая там любовь к себе, там человек как бы ищет, как бы вообще ни куда-то, ни на кого-то не бросится, как-то более-менее прожить день и дойти до постели, донести, чтобы иметь энергию, то есть, как бы, я просто в том плане, чтобы каждый осознавал и как-то мог более-менее проанализировать, продиагностировать своё личное состояние, то есть, начинаем, работаем, подходим с благостью, но понимаем, что груз нам надо так или иначе расчищать, и вот когда мы расчищаем вот это всё и поднимаемся, да, и выходим, находим вот эту искру божественности в себе, искру Творца, из которой мы все созданы, и уже её проявляем, уже начинаем искриться этой любовью, понимаете, тогда, тогда уже просто всё пространство трансформируется, и мир уже просто переворачивается, как бы, вот в этой, как в этой сказке, да, и тоже искрыться любовью к вам, так что, конечно же, начинаем, это по-любому, это легко, это благостно, и просто вот, мне кажется, это кто, насколько готов и с чем работать, мне кажется, это вообще потрясающий инструмент, потому что, так или иначе, каждый человек выбирает сам, легко, как бы, осознанно, кто готов, ну, не все же готовы столкнуться с травматикой, да, хотя мы все понимаем, что без этого просто никак, потому что, если стакан, ну, ладно, не стакан, ну, вот что-нибудь мы возьмём, если это грязное и наполнено деструктивом, негативом, ну, вот там очень тяжело, как бы, проблеснуть, ну, проплеснуть этому свету, но если даже по капельке капать, да, если это вливать, вот этими аффирмациями, вот этими всякими благостными пожеланиями, вот всё, что несут, вот как твой инструмент, да, что ты вот предлагаешь в данный момент, это, конечно же, это благостно, это, я думаю, что это пойдёт всем только на благость, однозначно. Ну, интересно, спасибо за твоё мнение, возможно, завтра я и начну, вот кому будет интересно, заходите, и ты говорила, что у нас будет небольшая практика. Ну, да, я так просто считываю из пространства, что настолько сейчас это актуально людям, настолько актуально вот в силу вот этих всех энергий, которые бурлят, да, и которые, как бы, ну, сами понимаете, о чём я говорю, да, что сейчас, как бы, больше, чем пропитано всё наше пространство, поэтому я думаю, что это будет актуально для многих. Ну, всё, я готова, я не знаю, как наши слушатели, я уже жду с нетерпением. Хорошо, тогда давайте, дорогие, немножечко, немножечко просто сделаем заземление и попробуем открыть нашу сердечную чакру. А сколько у нас вообще есть в чате? Я же не вижу. Ну, хорошо тогда. Я думаю, что все готовы, да, это просто, я думаю, не займёт много времени. Ну, может, мы попросим ещё активности, ну, чтобы, ну, ты видишь чат, чтобы люди написали, кто вообще готов? Ну, я думаю, все, кто нас слушают, а, соответственно, они готовы. А кто будет слушать и в записи, так бы, как бы, тем более. Ну, хорошо, давайте тогда не будем тратить времени. Давайте, дорогие, немножко закроем наши глаза. Ну, хорошо, давайте, пока не будем. Нырнём внутрь себя. Подышим сердечной чакрой. Прогоним потоки сначала. Попробуем. Давайте вдыхаем макушкой. И через позвоночник, через копчик, через ноги, через стопы будем выдыхать в землю. Итак, тотальное расслабление, успокаиваемся, баланс, спокойствие, гармония, тишина, благость. Состояние «Я здесь». На вдохе «Я люблю себя» и опускаем в каждую клеточку нашего тела. Итак, вдыхаем макушкой, на вдохе, сверху вдох и тянем через наш позвоночник, через копчик, в ноги, через стопы. И выдыхаем в землю. И выдох. И ещё раз. Вдох. И выдох. И с ног вырастают корни. И энергия выходит глубоко-глубоко в ядро, в центр нашей Матери-Земли. И ещё раз. Вдох. И выдох. И Матушка-Земля в благодарность тоже нас благословляет, наполняет энергией. И, соответственно, мы вдыхаем через ноги, снизу вдох. И уже поднимаем энергию вверх, по чакральному столбу, вверх к макушке и выдыхаем. И выдох. И ещё раз снизу вдох. И выдох. А сейчас одновременно сверху и снизу вдох. И замыкаем потоки на сердечной чакре. И выдыхаем. И ещё раз. Вдох. И выдыхаем. И дышим сердечной чакрой. И как будто какой-то цветок божественный. Вдох. И он раскрывается. И выдыхаем спереди. И мы в тотальной защите, тотальный баланс, тотальная гармония. И ещё раз. Вдох. Сверху, снизу. И сердечной чакрой выдыхаем сзади. Погружаемся внутрь себя. И сейчас пригласим наших ангелов. Ангелов-хранителей. Хранителей нашего рода. Наших духовных наставников. И попросим их поддержки на пути исцеления. Исцеления себя от ненависти и презрения к самому себе. Здесь и сейчас мы создаём намерение и восстанавливаем связь со своей изначальной чистотой и божественной сутью. И благодарим себя. Я благодарю себя за это время и место, в котором я сейчас нахожусь. Я благодарю себя и моих родителей, и этот род мой, который я выбрала или выбрал. Я есть божественное проявление в моменте здесь и сейчас. И во имя любви к высшему началу, к Творцу, я выбираю любить себя. И во имя истинной и чистой любви к Творцу, я выбираю простить себя. Я принимаю себя здесь и сейчас. Я прошу исцелить моё прошлое, когда я позволяла другим нарушать мои границы, психологические, может быть, энергетические или физические. Я прошу прощения у себя в прошлом за всё зло, которое я накапливала или продолжаю накапливать в себе, желая оставаться для других хорошим и удобным, но при этом где я не защищала себя. Здесь и сейчас я направляю энергию любви, принятия и нежности себя в те моменты отчаяния и депрессии, где я ощущала к себе презрение, ненависть, непринятие, стыд, агрессию, может быть, даже нежелание жить, где я обесценивала себя. Я прошу прощения и освобождаю своё тело от мыслей, что оно недостойно, неидеально или слишком неправильной формы или высоты. Я снимаю со своего тела блоки стеснения, страхи, которые я навязывала себе сама или навязывала, сравнивая с сложными социальными эталонами. Здесь и сейчас я принимаю себя как продолжение Творца. Я принимаю тело как проявленную физическую энергию любви к самому себе. С каждым ударом сердца моё тело говорит «Я люблю тебя». Я служу тебе, ты самое важное, что у меня есть. Здесь и сейчас я выбираю принять эту любовь. И глубокий вдох, и опускаем это на все клеточки своего тела. Я принимаю себя, я принимаю эту любовь. Здесь и сейчас я принимаю себя и люблю себя как проявленного внутреннего ребёнка просто за моё существование и стремление к развитию. Здесь и сейчас я навсегда снимаю с себя оковы вечной борьбы с недостатками. И вместо этого я перенаправляю всю энергию на свои достоинства, на трансформацию себя, на своё истинное проявление любовь к себе, на то, чтобы учиться и развиваться, учиться любить, учиться защищать своего внутреннего ребёнка, свои границы. Я принимаю эту любовь и выбираю быть свободным здесь и сейчас с любовью и благодарностью к Творцу и Божественной Любви, которую я несу и умножаю в своём сердце. Ангелы-хранители, хранители рода, мои духовные наставники, благодарю. Так и есть, так и есть, так и есть. Благодарю, Ирина, прям не хочется выходить из этого состояния. Ну, благодарю, Елена, благодарю тебя за такую возможность нести это, вот пусть всё, что мы сегодня проговорили, пусть все твои начинания, всё, что ты хочешь внедрить, что-то новое, да, вот то, что ты несёшь тоже эту благость этому миру, пусть это всё пройдёт на высшее благо всех наших друзей, дорогих слушателей, да, всех наших, как бы, кто с нами слушает, да, кто пытается что-то где-то изменить, улучшить. Пусть это всё для всех будет во благо им и всему мирозданию. Да, я подсоединяюсь к твоим словам. Вообще очень любовь проявилась уже. Так что я надеюсь, что каждый прочувствовал эту медитацию. Это просто было волшебно. Благодарю, Ирина. Благодарю всех, кто был с нами, извиняюсь за сегодняшнюю связь, да, что-то у меня сегодня барахлит. Ну, всё нормально, Елена, это жизнь. Ты у нас на отпуске, ты себя любишь, у тебя хорошее благостное время, так что на отпуске можно всякое быть, всё нормально. Всё, я всех благодарю, Ирина, благодарю. Тогда до следующей встречи. До свидания, дорогие. Если у кого-то какие-то вопросы, да, моменты, пишите, пожалуйста. Выходите на связь, мы будем всем рады. Всё, всё, пока-пока, спасибо. До свидания.